Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 27 февраля. И перед началом я напоминаю, что для того, чтобы получать обновления по всем видео, которые добавляются, не забывайте подписываться на YouTube-канал компании Admiral Markets и ставить лайк к видео, которое вам нравится, ну и ваши вопросы писать в комментариях. Начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар предпосылки на начало восходящие тенденции сохраняются. Ближайшая цель – это закрепиться выше максимума, который мы видели вчера и в пятницу. Это отметка 1.2354, ну и далее двигаться уже на 1.2580. Возврат к продажам по данному активу произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальной значения, которое мы видели вчера в области 1.2277. Пара британский фунт, американский доллар также сохраняет свою тенденцию восходящую в рамках часового таймфрейма. Ближайшие цели – это обновление максимума, который мы видели вчера, ну и далее движение в область 42.01. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашнего дня. Это отметка 1.3927. Пара американский доллар, канадский доллар также сохраняет на текущий момент тенденцию нисходящую в рамках часового таймфрейма. Ближайшие цели – это обновление минимальных значений вчерашнего дня и пятницы, то есть уход ниже отметки 1.2614, ну и далее движение на 1.2455. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, которые были отмечены в области 1.2711. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент сохраняет свою тенденцию нисходящую. Ближайшие цели в рамках данной формации – это обновление минимальных значений понедельника, уход ниже отметки 1.0637, ну и далее движение на 1.0538. Возврат к покупкам по данному активу рассматривается после преодоления максимальных значений четверга и пятницы в области 1.0713. Пара австралийский доллар, американский доллар сохраняет предпосылки к росту. Ближайшие цели – это обновление максимальных значений понедельника, уход выше отметки 78.92, ну и далее движение на 79.88. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 78.25. По паре еврофунт сегодня с утра мы видим торговлю выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в понедельник в области 88.22, что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на завершение коррекционного нисходящего движения. Но хочу отметить более важный уровень, который в рамках сформированной тенденции будет более актуален – это максимальное значение 22 февраля. Поэтому если говорить о покупках и о движении пары в области 89.93, то более значимым здесь будет максимум 22 февраля в области 88.63. Поэтому пока торгуемся ниже данного значения, то в среднесрочной перспективе тенденция нисходящая сохраняется с целями снижения на 87.70, далее на 87.23. По золоту на текущий момент формация роста также сохраняется. Ближайшие цели – это уход выше отметки 1341 доллара за трость концу, ну и движение дальше на 1361. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1326. По нефти марки Brent тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста находятся в области 71 доллар за баррель нефти марки Brent, но ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме понедельника, отметка 66.75. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели – это обновление максимумов, которые мы видели вчера на отметке 12610, и далее движение уже на 12700. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений вчерашнего дня в области 12482. Ну и биткоин. По биткоину тенденция восходящая сохраняется. Она была образована у нас вчера, и пока биткоин торгуется выше отметки 9339, это минимальное значение понедельника и воскресенья, то тенденция в рамках часового таймфрейма будет сохраняться восходящая, с целями роста на 11963 и на 13000. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня, и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok